Оставляется трубочка, берется емкость с препаратом. На протяжении 10 минут примерно вот эта жидкость уходит полностью в ствол и начнет работать уже внутри ствола, действуя на гусениц, которые находятся внутри, соответственно убивая их. В отличие от опрыскивания основного метода борьбы с вредителями, инъекции безопасны для человека. Химический препарат тот же, что и для открытой обработки, но в этом случае он полностью впитывается в ствол, не попадая в окружающую среду. Однако, как рассчитывают ученые, раствор попадает в организм мотылька и долгоносика, которые питаются пальмой изнутри. Вредители выедают точку роста, отчего на пальме и не растут новые листья. Мы будем применять все возможные методы, чтобы сохранять пальмы. И мы как институт стараемся сопровождать этот процесс с научной точки зрения. Это наши первые опыты, которые мы закладываем. И не только муниципальные органы власти, но и жители должны понимать, этот метод эффективен или неэффективен. То есть, если мы видим, что метод эффективен, мы это поймем в течение ближайших пары месяцев, то, соответственно, мы будем его рекламировать достаточно широко, для того, чтобы не только муниципальные службы, но и любые частные физические и юридические лица могли применять этот способ. Если эксперимент удастся, инъекции пальмам, а еще каштанам, платанам и эвкалиптам будут делать три раза в год, чтобы избежать новых нежелательных визитов насекомых. В связи с увеличением количества вредителей, глава города дал поручение о увеличении финансирования в четыре раза по отношению к прошлым годам. Прошлые методы на сегодняшний день действуют. Контракты действуют, подрядчики работают, они не останавливаются. Работы как были, так и есть. Но просто не стоим на месте. Стараемся развиваться, стараемся искать более эффективные методы для того, чтобы повысить процент защиты от вредителя. Пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек на сегодняшний день нанесли существенный ущерб и Вашингтоне, и Финикам, и Китайской веерной пальме. Основные очаги замечены в Адлерском районе, также в Кудепсте и Хосте. В первую очередь инъекции будут делать наиболее ценным растением. Их определят с помощью фитосанитарного мониторинга.